Волгоград 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 Переправы прошли без задержек и гнали по проселочной дороге без остановок. Ухудшение дорожных условий произошло практически незамеченным благодаря мягкой подвеске железных коней. Машины сами подруливали и притормаживали на опасных спусках. Дорога велась под колесами и упиралась в горизонт. Людей не было, спросить дорогу было не у кого. Едешь так, чтобы не удаляться от цели, а постепенно приближаясь к точке в навигаторе. И вот оно, знаменитое трехостровское святилище. Древнее капище возникает в степи внезапно. С виду ничем не примечательный бугор. Автомобили Subaru даже не заметили, как забрались в самый центр. Но стоило только поднять в воздух коптер, стало понятно, что так манит сотни путешественников и ученых. Идеально ровное кольцо древнего зороастрийского храма огня, которое регулярно полыхало стеной пламени, как адская жаровня. Поговаривают, здесь до сих пор совершают свои ритуалы местные огнепоклонники. Еще на переправе местные жители предупредили, больше 20 минут здесь лучше не задерживаться. Начинает зверски болеть голова. Это аномальщина участников пробега, но удивление обошла стороной. ДОНСКИЕ ПЕЙЗАЖИ ДОНСКИЕ ПЕЙЗАЖИ В ушах звенел свист шашек и громыхали залпы боевых снарядов Великой Отечественной войны. Здесь начинает казаться, что многовековая история этих мест наслоилась на реальность и проскальзывает в каждом пейзаже и полете Степного Орла. Поднимая клубы белой пыли, караван буквально взлетел на вершину Румын-горы. Несмотря на всю грандиозность, нужно было помнить, эта земля полита кровью. Об этом напоминают два артиллерийских окопа румынских войск, которые вели обстрел советских солдат. Долго здесь задерживаться нельзя. Впереди самое живописное место природного парка Донской – затерявшийся в степи Волгоградский Ла-Манш. Этот участок стал первым и самым ярким знакомством участников автопробега с Меловыми горами, визитной карточкой не только Задонья, но и всей Волгоградской области. Отсюда открывается незабываемый вид на реку Дон, ее острова, протоки, заливы и далекие окрестности. В их гряде затерялось много удивительных мест. Одно из них – Иловлинская чудо-гора Кобылья-Голова. Она придает особый антураж казачьему раздолью, а у ее подножия располагается одна из четырех пустыней свято-вознесенского Кременского мужского монастыря. Место окутано тайной. Здесь время будто остановилось. В таинственности добавляет особая акустика. Дальше гнали без остановок. Нужно было засветло пройти природный парк Донской, чтобы успеть пересечь Дон и разместиться на ночлег на одной из живописнейших донских турбаз. Если и вы решитесь посетить эти места силы, будете поражены их невероятной энергетикой и безмолвной красотой казачьего раздолья, который начинается сразу, как только вы решитесь пересечь Дон. Субтитры создавал DimaTorzok